Друзья, я хотел бы поделиться Словом Божьим на тему, которая называется «Я не понимаю, но я доверяю». В свете событий, которые сейчас происходят в мире, хотел бы прочитать стих, который сейчас, я верю, что очень актуальный. Человек всегда стремился быть независимым от Бога. А Бог всегда хотел, чтобы человек зависел от Бога, принадлежал Ему и доверял Ему. Война в Украине захватила внимание сегодня всего мира, забрала наши мысли, забрала наш сон, у кого-то забрала жизни, а у многих точно забрала покой. У всех один вопрос – что будет завтра? Я хочу на этот вопрос постараться ответить. Иакова, 4 глава, 13 стиха написано. «Послушайте вы, все люди, говорящие, планирующие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, будем там жить, дома строить, будем проживать, бизнес делать, поживем там год-два, будем торговать. И дальше вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, жизнь наша? Это пар, дым, являющийся на малое время. Вместо того нам следует говорить, «Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Но вы по своей надменности тщеславитесь, и всякое тщеславие есть зло». Сегодня многие хотели бы знать будущее. Когда люди знают будущее, это придает нам самоуверенности, самодостаточности. Когда будущее, оно очень хрупкое, когда оно стоит неизвестное, именно здесь подрывается человеческая самоуверенность. Именно и здесь мысли человеческие начинают думать в другую сторону, начинают думать о Боге. И сегодня я хочу обратиться ко всем верующим, которые меня слышат онлайн, кто находится здесь. Это всего лишь мягкое напоминание о том, что завтрашний день не в нашей власти. Если мы серьезно это слышим и осознаем, это должно нас подтолкнуть, поменять наши приоритеты, наши цели, наши ценности в жизни, взгляды на жизнь, отношения с людьми и отношения с Богом. Потому что Библия, это святое Божье Слово, авторитетно заявляет, что вы, мы, все, каждый человек не знает, что будет завтра. Никто не знает, что будет завтра. Ни президенты. Люди могут предварительно рассуждать, люди могут предполагать, приблизительно планировать, но никто не знает. И Библия призывает, особенно верующих людей, что нам важно понимать, что да, планировать можно. Это не значит, что это грех. Планировать это нормально. Но важно во всем этом всегда давать большое место Богу и произносить это в наших молитвах и мыслях, если Богу будет угодно, если мы будем живы. Никто из людей не может предсказать день своей смерти. Как бы мы ни планировали, как бы мы ни рассчитывали, какими бы мы ни были бы умными и профессиональными, никто не может предсказать день своего смерти или рождения. Жизнь сегодня очень непредсказуема, как никогда нестабильна. И снова завтрашний день не в твоей власти. И мы, жители этого 21 века, уже с вами это прочувствовали или попробовали. Кто-то еще, возможно, помнит войну, Вторую мировую, 45-й год, пережили. Кто-то помнит кризис в Америке, 2008-й, 2009-й год, 2007-й, тоже пережили. Мы не забыли пандемия, локдаун, коронавирус, 2020-й год. Кажется, за две недели мир перевернулся. Никто не мечтал, никто не мог предсказать, какой шаткий мир, как все подрывается, как все быстро меняется. Сегодня война в Украине, это тревожит всю Европу, полмира. И снова, какие планы, какие мечты? Сегодня у некоторых людей все перевернулось, почва уходит с под ног. И у нас только есть одна надежда. Слава Богу за Бога, и как хорошо, что мы знаем Бога, и как выгодно именно в это время верить в Бога. Поэтому все, кто слышит меня, кто в Боге сомневается, кто в Него не верит, именно сейчас я приглашаю к Нему обратиться, и именно Ему доверять, и Ему служить. Друзья, Евангелие очень много говорит о том, что Христос придет внезапно. Почему-то это сказано в нескольких местах и повторяется, что это будет внезапно, это будет неожиданно. Как бы мы ни силились, что мы как будто все знаем, но наша ответственность быть готовым. И эта готовность должна у нас быть постоянно. Я хотел бы, друзья, поделиться сегодня с вами тремя примерами из Писания, где люди проходили серьезный кризис и серьезные испытания, и как люди веры, люди Божьи, как они реагировали и как они это проходили. Прежде чем я прочитаю эти примеры, хочу сделать первое заявление. Это то, что Бог не перестает быть Богом, даже если человек Его не понимает. Бог это должен услышать сегодня каждый верующий и неверующий. Бог не перестает быть Богом, даже если человек Его не понимает. Иова, первая глава, с 19 стиха. Написана история, если вы не знакомы с Библией, я знаю, что сегодня нас слушает много не церковных людей. Это история человека, который очень пострадал, который пережил, кажется, все самые худшие испытания, которые может по-человечески человек пройти на земле. Написано, «Вот большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома и упал дом на отроков, то есть на детей. Они умерли. И спасся только я один». Этот человек потерял все. Потерял здоровье, потерял бизнес, потерял дом, имущество, потерял детей. И дальше он реагирует. Господь дал все, что мы имеем. Господь и взял. Да будет имя Бога благословенно. Во всем этом он не согрешил. Иов не произнес ничего неразумного о Боге. Во время испытаний именно люди могут говорить что-то неправильное в адрес Бога, неразумное в адрес Бога. Именно этот пример нам напоминает, чтобы мы поступали и реагировали правильно. На современном языке это звучит так. Дом взорвали, бизнес забрали, детей поубивали. Его первая реакция. И у него не было времени прийти в себя вспомнить, я верующий, я такой святой и спокойный. Сейчас вот так вздохну и отреагирую. Вы же знаете, наша первая реакция вылетает то, что в сердце. А потом мы вспоминаем, кто мы, что мы, как мы неправильно отреагировали, как бы приходим в себя и начинаем правильно реагировать. Я хочу обратить ваше внимание на то, что если человек живет Богом, если смысл его жизни и не Бог, если это наполнено его сердце этим, он будет в самый пик кризиса правильно реагировать и правильно говорить. Не потому, что он подготовлен, а без подготовки. Он выпаливает то, чем он живет по жизни. Жил так всегда. И он так говорит не потому, что он в церкви находится, не потому, что сейчас будут в эфире это вещать, а потому, что он таков на самом деле. И он во время кризиса говорит, Бог дал, Бог взял, да будет имя Бога благословенно и не согрешил против Бога. Если смысл жизни человека это духовные цели, если человек живет ради Бога, то большой вывод сегодня для всех верующих, что он будет непоколебим во время трудностей. Когда он будет непоколебим? Если он живет ради Бога, не только он начал жить для Бога, потому что его жизнь тряханула, потому что страшно стало, но он жил для Бога. Это был весь смысл его жизни. Да, он зарабатывал, да, он ходил на работу, да, он кормил семью. Это не значит, что не нужно заботиться о домашних. Это совершенно не это значит. Но приоритеты совершенно другие. Приоритеты. Его жизнь в первую очередь наполнена Богом. Ради Бога живет. Смысл жизни он не просто называется верующим, не просто приходит в церковь по воскресеньям, но он живет ради Бога. И в пик кризиса он непоколебим. Почему он непоколебим? Потому что это был его жизнь наполнена, наполнена Богом. Духовные ценности, его миссия жизни, его главная миссия, причина существования. Это был Бог. Часто сегодня в нашем современном мире мы верующие вроде Бога не отвергаем, мы за Бога и в церкви иногда ходим. Но если посмотреть на наши приоритеты, нашего дня, куда улетает наше время, вся жизнь кричит, что нет, ты не живешь Богом, мы не живем Богом. Бог это так сбоку, это такое бесплатное приложение, это так на всякий случай, как тревога, так и к Богу. Но когда жизнь, весь смысл жизни наполнен Богом, он непоколебим. Сегодня для нас американцев легко это можно проверить. Мне понравилось, как в прошлое воскресенье Давид рассказывал, когда у нас, знаете, вот этот чарджер, телефон мы заряжаем, и он недостаточно длинный. Правда, мы иногда возмущаемся, да? Или иногда, не знаю, еще там нам твердо спать на матрасе бывает, машина как-то слабо тянет, да? Или вода, напор слабенький, да, в душе, или еще что-то нам там в ресторан не понравилась еда, мы возмущаемся. Но когда ты сравниваешь себя, свои причины для ропота в перспективе того, что люди переживают в мире, тебя это отрезвляет, надеюсь. Вот как, друзья, мы можем себя проверять, насколько мы живем Богом и наполнены им, или мы просто живем в материализме, мы просто тонем в материализме и сами себя обманываем. И сегодня время выплывать на правильную платформу, становиться на скалу, чтобы быть непоколебимым, непоколебимым во время испытаний. Да, друзья, это не значит, что этому человеку все равно, что ему не больно, ему больно, Иову тоже было больно, людям, которые проходят испытания, им больно, им жалко, нельзя найти слов, чтобы описать эту боль. Но у них нету страха и у них нету паники. Бог не перестает быть Богом, даже если человек его не понимает. И в этой истории об Иове вы можете прочитать дома больше. Да, были вопросы у многих людей. Люди пытались развязать причины, кто виноват, что, где. Люди не понимали, люди не видели всей картины, но это не значит, что Бог перестал быть Богом. Иногда мы так застряем, разбиваемся, потому что мы Бога не понимаем. Друзья, мы не всегда понимаем ветер. Хороший пример? Но это не значит, что ветра нет. Это не значит, что ветер не существует. И ветер даже не ищет нашего понимания, в принципе. Ветра не видно. Можно сказать, я в ветер не верю. Но более разумно сказать, я живу, учитывая направление ветра и силу ветра. Правда? Точно так же по отношению к Богу. Можно сказать, почему или я не понимаю Бога и нет предела возмущений. Да, друзья? Я не хочу бить словами тех, кто сейчас в таком состоянии, разбитом, и есть серьезные на то причины. Может быть, вам и не все понятно, но с другой стороны, можно сказать, ну и что? Что это меняет? Что ты не понимаешь Бога? Что это меняет? как это тебе помогает? Где в Библии написано «Понимайте Бога»? Люди, понимайте Бога. в Библии написано «Верьте в Бога». Написано «Блажен уповающий на Него». Знаете, как это перевести? «Блажен уповающий на Бога» это значит «Несчастный каждый, кто Богу не доверяет». это значит что он внутри испытывает безнадежность потому что он Богу не доверяет. Насекомые скажите они могут понять птиц? А рыбы могут понять человека людей? Можно правда рыбе возмущаться но не понимаю этих людей. Скажите пожалуйста если вы Бога не понимаете имеем ли мы право так думать если тебя твои дети не всегда понимают? У вас были такие диалоги с детьми? Особенно у тех у кого дети постарше? остальные не переживайте они подрастут и потом вы знаете так дискутируете с вашими детьми и объясняете им сынок не надо не надо жениться на вот этой девушке ты же не видишь ее образ жизни ты же не видишь ты же не понимаешь пытается объяснить пытается как-то убедить или дочку пытается остановить вразумить но говорят розовая любовь слепа родители соседи друзья весь мир кричит остановись ты просто жизнь разрушишь а никакой аргумент не помогает аргументы не помогают и ты идешь в слезах жалуешься своим подругам не могу достучаться меня мой сын моя дочь не понимает а тут а тут ты удивляешься что ты бога не понимаешь интересно люди сегодня такие претензии выставляют богу так подожди так ты с сыном разберись тебя твой сын не понимает твои аргументы не помогают а вдруг ты захотел бога понимать снова хочется повторить бог не перестает быть богом из-за того что его люди не понимают и родитель отец не перестает быть отцом из-за того что его сын не слушает или не понимает вот так друзья мы с вами и живем в этом мире да возможно и верующие люди и неверующие люди не всегда понимают то что происходит здесь на земле и в мире но верующий человек не понимая он доверяет богу я не понимаю но я доверяю почему потому что я выбираю доверять когда вы вашего сына убеждаете не делай этого а он не слушает у вас только один аргумент сынок пожалуйста вырастешь доверься мне доверься мне поверь мне пройдет 20 лет и ты увидишь что я был прав на чем держится твой аргумент на одном единственном доверяйся родителям доверься мне сын поверь мне не ломай свою жизнь все а какие еще другие аргументы только один доверь поверь маме и все и у сына только один выбор поверить маме или всю жизнь потом жалеть точно так же по отношению к богу сегодня весь мир захватывает вопрос почему за что где бог я не понимаю легко мне кажется твои дети тебя не понимают а ты собрался бога понять ты не думаешь что ты так ну далек так на один уровень с богом себя пытаясь оставить еще один вам пример хирург который делает операцию сегодня людям на голове неврохирург да который мозги оперирует это чрезвычайно сложные операции и врач с вами встречается и говорит вам нужна операция вы говорите нет не нужна не хочу боюсь вообще я вообще вас врачей боюсь окей через полгода сложнее через полгода еще больнее человек все равно возвращается к хирургу и говорит делайте что можете а хирург говорит хорошо будем называет диагноз называет проблему а вы ему говорите простите пожалуйста можете на нормальном языке он говорит на нормальном языке а вы не понимаете этих слов ни на русском ни на английском просто ноль не понимаете и вы говорите хирургу можете мне объяснить что вы будете делать в моих мозгах хирург говорит да могу за 5 минут он вам объяснил и спрашивает вы поняли что я буду делать в ваших мозгах вы сделали умный вид так киваете поняли а потом сами думаете так он 10 лет учился на этом а вы за 5 минут все поняли и вдруг вы берете своей собственной рукой подписываете сами себе приговор давая ему все право вас там пилить ваш череп там ковыряться в ваших мозгах вы отдаете ему подвергаетесь всем рискам вы подписываете что вы что он ни за что не отвечает выживешь не выживешь не знаю никаких гарантий ничего ты так склонил голову идешь на операционный стол а я тебя догоняю спрашиваю слышишь ты его понимаешь а ты говоришь как сказать так что же ты идешь куда ты лезешь на операционный стол ты же не понимаешь а ты говоришь не понимаю но доверяю а понял молодец а теперь я хочу сказать всем верующим и всем неверующим я Богу доверяю не потому что я все понимаю потому что я даже хирургу не понимаю все у хирурга с детьми иногда не могу договориться но я Богу доверяю это мой выбор я доверяю Бог не перестает быть Богом даже если человек его не понимает давайте скажем слава Богу за это Исаии 55 написано мои мысли не ваши мысли не ваши пути мои пути говорит Господь не я это сказал это не мои идеи мои мысли Бог говорит не ваши мысли то есть мысли человеческие логика человеческая анализ наш взгляд наш наша аналитика она никак не может стать близко с Богом как можно померить расстояние между небом и землей попробуйте померить как померить а почему же вдруг мы решили что мы должны понимать Бога везде и во всем логично все объяснять как мы можем Бога засунуть в коробочку и поставить на наш уровень это все равно что человеку стать рыбой вот так вот на этот уровень вот твой аквариум вот тут плавай вот твое состояние Бог не перестает быть Богом в истории Иева и сегодня мы это видим друзья для нас это очень важно понимать иногда муж и жена друг друга не понимают а мы тут говорим а я Бога не понимаю так ты там сначала на земле разберись прежде чем туда давать претензии а сегодня я выбираю и вас приглашаю доверять и хирургу и врачу и господину и творцу вселенной это Бог живой который вчера сегодня и во веки тот же как вы думаете друзья что сегодня лучше работает потрясение или откровение из практики мы видим конечно же потрясение когда ужас стресс тревога беда это людей отрезвляет хотя должно по идее так же отрезвлять и откровение и слово от Бога имеет такую же силу но мы люди имеем выбор принимать или не принимать верить или не верить реагировать или не реагировать вот этот наш выбор свобода выбора вот это и губит сегодня человечество именно право на выбор Бог дал человеку и именно сегодня зло ненависть все что мы видим все что сегодня болит это причина человеческого выбора выбор в пользу греха выбор в пользу дьявола выбор не признавать Бога не служить Богу не жить по его принципам сегодня в Писании написано друзья что весь мир лежит во зле 1 Иоанна 5.19 представляете друзья весь мир лежит во зле весь мир покрыт этим злом и ненавистью поэтому сегодня нам не стоит сильно удивляться тому что происходит нам важно знать что для Бога нет сюрпризов сюрпризы могут быть у нас но у Бога у Него нету такого что Бог там как-то заснул задремал Бог там как-то занятый был там где-то в Эфиопии там что-то копался о как же там а Европа так раз проснул это же Бог друзья вы понимаете какой уровень другой нашему мышлению это не поддается да друзья человек может быть по-настоящему счастлив и спокоен только если у него гармония с Богом гармония с Богом это единственный рецепт чтобы быть спокойным в наше время сегодня смотрите Псалом 2 как Бог реагирует на события даже в Европе в Украине сегодня написано зачем мятутся народы и племена замышляют тщетное а по-английски еще лучше написано why do nations rage почему нации в гневе в ярости Бог смотрит и вот вам новости канал слушайте зачем мятутся народы зачем племена замышляют тщетное зря зря восстают цари земли президенты князья совещаются вместе против какой страны против какой страны небесный канал передает вот эти реальные новости против Господа против помазанника против его с большой буквы против Бога тогда скажет им во гневе своем и яростью своей приведет их в смятение и дальше я помазал царя моего над сионом говорит Бог служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом почтите сына чтобы он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем ибо гнев его возгорится вскоре и финал блаженны все уповающие на него блаженны счастливы особые люди те которые уповают доверяют верят уповают на него зачем эти напряги зачем эта политика зачем Бог говорит что это все зря Бог говорит что проблема в том что люди избрались служить не тому царю не тому господину служат не Богу а дьяволу самолюбие гордость отвергли Господа и какой же выход Бог говорит это избрать истинного царя избрать истинного господина служить именно ему поменять господина в своей жизни и тогда друзья в конце мы видим Бог все поставит на свои места так об этом написано будет все равно в итоге его царство и как хорошо людям которые понимают эту схему видят со стороны большую картину видят это с перспективы вечности и уповают на него уповают на него те люди блаженны 1 Тимофея 2 написано это хорошо и угодно спасителю нашему Богу который хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания истины интересно мы иногда спрашиваем а чего же Бог хочет какая же воля Божья для меня в нашей жизни так вот воля Божья делится на две категории личная и общая неизвестная и известная вот эта воля Божья она известная она очень ясная написано Бог хочет чтобы все люди спаслись это его цель любым путем чтобы люди спаслись а человек может сказать а мне это не нравится а я с этим не согласен ну и что а Бог этого хочет это его цель Бог хочет чтобы люди все в итоге спаслись и кто-то смотрит на потрясение на испытания как на наказание от Бога а кто-то смотрит на те же обстоятельства и интерпретирует это по-другому и говорит это милость Божья Бог милует дает людям еще шанс Бог милует еще людей да конечно война это ужасное потрясение но смотрите друзья с другой стороны конечно нам по-человечески жалко тех людей которые проходят это сегодня нам здесь намного легче рассуждать когда у нас здесь ничего не взрывается и нашим детям не страшно и мы не в подвалах у нас есть свет и вода и еда но с другой стороны друзья смотрите сколько сегодня эти события послужили людям во спасение сколько людей сегодня обратили внимание на Бога и стали думать о нем я уже знаю что во многих церквях где сейчас идет война там идет молитва два раза в день представьте себе чтобы мы такой эффект попробовали в нашей церкви завтра по два раза в день как у вас веры как вы думаете народ пойдет а представьте себе что в Америке будет война через неделю я даже вас приглашать не буду вы верите сами все прибегут на молитву я не знаю почему так оно кажется не хочется никому не хочется но почему-то потрясение если сравнить с откровением потрясение и откровение потрясение влияет как-то больше на нас людей сегодня атеисты они вопиют к Богу который раньше мне мой дядя позвонил из Киева говорит что я с такими атеистами работаю они в своей жизни даже не перекрестились это так он их описывает в жизни а сейчас все стоят и молятся а говорит кричат к Богу вопьют рассказывал как ситуация на вокзале говорит там вопль разлучают отцов с семьями с детьми с женами говорит там вопль стоял он рассказывает начинает плакать я так слушаю его думаю взрослый мужчина плачет от ужаса который переживают люди там он у меня начинает просить прощения я думаю за что он начинает говорить о Боге размышлять о Боге он говорит мы с моими детьми внуками мы кричим к Богу моя двоюродная сестра всю жизнь была насколько я ее помню не церковная в церковь не ходила Богу не служила сегодня если вы ее послушаете ее даже ее мама не узнает как она говорит о Боге как она молится как она обличает людей что мы мало верим Богу что нужно прощать так смотришь и думаешь вау кажется какой переворот в сознании сегодня беженцы которые там их больше миллиона уже скоро два миллиона вы знаете как они открыты слышать Евангелие спасение они никто не спешит никто не в суете никто не никто там тебя не посылает слушают слушают открыты принимать вы понимаете сколько людей спасенных будет сколько людей приобретенных будет сколько людей сегодня придут к Богу признают его друзья чем темнее тьма чем ярче свет написано вы свет миру сегодня церковь как никогда имеет платформу возможность сиять когда очень трудно темно тяжело дышать и страшно люди потянутся к свету потому что сильно темно люди потянутся к свету к свету а мы являемся этим светом друзья пусть Бог благословит нас сегодня и поможет нам у человека всегда есть две реакции на потрясение это прийти к Богу и доверять Ему и славить Его или похулить Бога и роптать на Бога в истории Иова Иов благословил Бога прославил а его жена похулила Бога отреклась не все поняла поэтому сегодня тема моей проповеди называется я не все понимаю но я доверяю я доверяю моему Богу Иова 22 21 написано сблизься же с ним и ты будешь спокоен через это придет к тебе добро спокойствие и утешение есть когда мы сближаемся проводим время и обращаемся к Богу нашему в которого мы верим второй пункт нашей проповеди я не понимаю но я доверяю читаю вам еще одно место писания Даниила 3 глава 17 стих Бог наш которому мы служим силен спасти нас от печи раскаленной огнем и от руки твоей царь избавит дальше внимание но если если даже Бог не спасет если даже Бог не сделает по-моему если Бог даже не поможет если не будет этого то знай царь знай дьявол пусть знает все люди и все царства и духовные вещества пусть знают что я Богам твоим служить не буду и стуканам идолам твоим не поклонюсь потому что я верю и поклоняюсь только одному единому живому Богу обратите внимание друзья на их веру они находятся в стрессовой ситуации им угрозает жизнь угрожает смерть риск давление большое они сами говорят что если даже Бог не спасет допускают этот вариант но смотрите какая непоколебимая вера моя вера зависит не обстоятельств моя вера не зависит от того понимаю я Бога или не понимаю моя вера не зависит от того что Бог сделает по моему моя вера все равно на Бога потому что Он знает лучше знает больше видит больше и я Ему доверяю но я точно знаю что Он точно может Он может Он все может Он силен спасти Он силен помочь Он силен поднять силен изменить силен все сделать вот такой мой Бог сильный Он все точно может я не понимаю но я Ему доверяю вот в этом и есть мое доверие вот в этом и есть моя вера Как мы своего сына умоляем Сынок, поверь мне Через 10 лет поймешь Точно так же сегодня я хочу обратиться ко всем Кто сегодня, может быть, поколебался в вере Может быть, кто-то проходит уныние Поверьте Богу Через лет 10 вы увидите, что вы были правы И на ваш свет, в вашу сторону будут смотреть и другие люди Вокруг которых тьма И слезы, и горе В чем же их непоколебимость, друзья? Почему же эти мужи Божьи, которые были в плену Которые прошли войну Которые сейчас их как бы заставляют Делать то, что они не хотят И их жизнь подвергается опасности Почему они непоколебимы? Знаете, в чем смысл? Вот секрет Потому что вся их жизнь Они жили ради Бога Вот простой секрет Это третий пункт Если человек живет ради Бога Он непоколебим Если человек планирует жить для Бога Потому что стало страшно Вот в тот момент он поколебается И слава Богу, что он теперь планирует Правильно делаешь Иди за Богом Начинай служить Ему Но если ты до этого момента Твоя жизнь Отмотай год назад Десять лет назад Ты жил ради Бога Весь смысл жизни Твоя миссия была ради Бога То тогда в момент стресса Ты будешь непоколебим Твоя вера вообще не зависит от земных благ Не зависит от материальных вещей Ты на все смотришь С перспективы вечности Почему? Потому что смысл жизни Не форма Жизнь Форма Не форма Не просто формальная Я верующий Я христианин Неформальности спасают Жизнь Формальности рушатся В пух и прах Когда приходит беда Но эти люди Всю жизнь жили для Бога Это и вторник И среда И понедельник И утром И вечером У них было время Они не поклонялись этим истуканам Сегодня в нашей жизни Есть вот эти истуканы Которые мы поклоняемся У кого-то фильмы У кого-то мультфильмы У кого-то игры видео У кого-то инстаграм Это все инстуканы У кого-то ютуб Фейсбук Это истуканы Если у человека нету времени Для Бога То это все формальность И когда тряханет Америку Тряханет Германию Все, кто смотрит нас онлайн Тогда мы по-другому будем говорить По-другому будем относиться Как хочется донести К людям верующим И неверующим Что лучше принимать От Бога откровение Чем проходить Через потрясение Откровение Вот это для нас сегодня Полезно Пусть Бог нам поможет В этом, дорогие друзья Поэтому непоколебимость Зависит от смысла И миссии твоей жизни Вот почему даже трудности И даже смерть Их не пугает Они смотрят на жизнь С перспективы вечности И третий пункт Деяния 27 глава 20 стих Апостол Павел Написано Но как многие дни Еще одна безнадежная ситуация Еще один пик стресса И угроза жизни Но этот человек тоже Человек Божий Но как многие дни Не видно было Ни солнца Ни звезд И продолжалась Немалая буря Жизненная буря Шторм Не видно Нету даже звезд Солнца не видно Вы представляете Какой шторм Какой мрак Какой страх Какая подавленность И наконец исчезла Не просто надежда Внимание Всякая надежда Любая надежда Даже маленькая надежда Всякая надежда Исчезла Исчезла у всех Кроме одного человека Почему? Потому что его звали Павел Имя Нация Богатство Образование Что меняет? Суть Жизнь ради Бога Делает человека Непоколебимым Жизнь ради Бога По жизни Все приоритеты Все ценности Человек Весь его смысл Это Бог Самое главное Зарабатывать На работу ходить Покупать что-то Дома Машины Это все нормально Но это все второстепенно Это все второстепенно Самое главное Это Бог Вот тогда Светил Богу Это была его цель И миссия Он был непоколебим Сегодня апостол Павел Это третий пример Из той же серии Когда угрожает смерть Он непоколебим И дальше Как они долго не ели Верю, что сегодня Люди в Украине Могут Этот пример Местописание Применить к себе На практике Нету звезд Нету солнца Не спится Шторм и буря Долго не ели Нет питания Воды Но Павел Встал посреди них Встал и сказал Мужи, братья Говорит праведник Вам нам длежало Послушаться меня Когда В обществе Есть праведник Их всегда Меньшинство Божьи люди Их всегда меньше Духовные люди Их меньше Он там был один Против толпы Но когда стало Слишком темно Заметили свет Как хочется Чтобы нас люди Замечали Не потому что У нас машина Крутая Не потому что У нас в доме Все круто А потому что Сильно темно Свет Раньше на него Не обращали внимания А сейчас свет Апостол Павел Все на него смотрят И он говорит Вам надо было Слушаться меня А теперь его Слушают все Очень внимательно Почему? Откровения Не принимали А теперь пришло Потрясение И дальше он говорит Я убеждаю вас Ободриться Вы представляете Как эти слова Сейчас Какую имеют Молнию Какую силу Я убеждаю вас Я вас вдохновляю Я вас призываю Верующие Вы не верующие Кто меня смотрит Я вас призываю Блажен кто Упывает на Бога Блажен кто Надеется на Бога Сейчас это Как раз То самое время Когда нужно В Бога верить К Нему бежать Христиане Как бы не было Темно Наша миссия Свет Нести миру свет Свет Безнадежному миру Он сказал Никто из вас Не погибнет Но только корабль Павел был же В тех же обстоятельствах В той же лодке В тех же погодных Условиях В той же опасности Но отличалась Его жизнь тем Что его Вся миссия Ради Бога Все приоритеты В жизни Ради Бога Он был готов За это умереть Все ради Бога Все остальное Второстепенное Эта история Также нам показывает Друзья Что человеческие силы Рано или поздно Закончатся Все кто сейчас Сам пытается Карабкаться Звонить Помогите Спасите Вывезите Сделайте что-нибудь Сделайте что-то В моей ситуации В моей семье С моими детьми Рано или поздно Человеческие силы Заканчиваются И дальше друзья Нам важно понимать Что у нас есть Бог И даже если ты не понимаешь У тебя есть выбор У тебя есть выбор И я вдохновляю тебя Держаться за Бога Надежда исчезает у всех Кроме у человека Божьего Да друзья Я хочу Чтобы мы сегодня Все поняли Что человек Божий Жизнь которого Наполнена смыслом Во время стресса Он будет других людей Утешать Другие Будут паниковать Две категории То что произошло на корабле История апостола Павла Это происходит сегодня Не только в Украине Это происходит в твоей семье Это происходит в твоем бизнесе Это происходит в твоем здоровье Это происходит в разных частях Мира Но помни Что те которые Смысл жизни Это Бог Они будут других Утешать Другие будут паниковать Поэтому я вдохновляю вас Друзья Чтобы вы были в гармонии С Богом Чтобы во время кризиса Вам не рассыпаться Заключительное местописание Первое царство 30 стих написано 30 глава Давид сильно был смущен Так как народ Хотел побить его камнями Скорбел душою Весь народ Каждый О сыновьях своих И о дочерях своих Разрушили Разрушили город Забрали в плен Поубивали детей И написано Давид укрепился надеждой На Господа Бога своего То есть он был В очень тяжелых обстоятельствах Мы с вами сидящие в зале Вообще не стоим и близко Все друзья Познается в сравнении Вы заметили как Путин весь мир Вылечил от ковида Заметили? Правда? Просто в перспективе Мы смотрим И уже кажется Все нормально Уже за вот этот Какую там траву пили? Джинджер Уже за джинджера Никто не говорит Вы понимаете, друзья Как все В перспективе В сравнении Тебя отрезвляет Вот так, друзья Сегодня Когда он укрепился Надеждой на Господа Нам важно понять Как он это сделал На практике Где он это сделал Как это он сделал Друзья Есть выход Есть выход Написано в других переводах Он нашел силы в Боге Он нашел утешение в Боге Поэтому, мой друг Не сдавайся У каждого верующего Есть потенциал Стоит верить в Бога И на Него уповать Поэтому я сегодня Несу вам это послание Утешение От Бога Верьте Ему Три пункта Которые вы сейчас видите На экране Это то, что должно нам помочь В любых ситуациях Бог Не перестает быть Богом Даже если его не понимают Записывайте Фотографируйте Запоминайте Я не понимаю Но я выбираю Я Ему доверяю И если человек живет Ради Бога Он Непоколебим Аминь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова